Здравствуйте и добро пожаловать в Институт подросткового служения. Сегодня мы поговорим о десяти идеях, как поддерживать порядок на библейском занятии. Меня зовут Джон Герриг. Это видео одной из серий про подавание библии подросткам. На сайте ИПС можно скачать конспекты к этому видео и найти ссылки на другие из этой серии. Вполне возможно, что ребята могут разбушеваться во время вашего занятия. Иногда в такой ситуации лидер теряется. Ведь это не школа. Мы хотим, чтобы в группе ребята чувствовали себя свободно, чтобы было весело. И мы не хотим подавлять энтузиазм ребят. В этом видео мы рассмотрим десять идей, как свести ко минимуму отвлекающие факторы, а в группе сосредоточиться над самым важным. Идея номер один. Устанавливайте правила по мере необходимости. Если в группе возникают поведенческие проблемы, первый шаг определит, что именно вызывает проблему, а затем установить правила. Не стоит давать десять правил, если вас беспокоит разрушение только трех. Затем напоминайте группе об этих правилах перед началом занятия и когда ребята начинают выходить из подконтроля. Обычно я не наказываю ребят за нарушения, но напоминаю им, что правила существуют для того, чтобы сделать наше групповое время лучше. Объясните, зачем нам нужны эти правила. Если кто-то намеренно нарушает правила, поговорите с ним наедине и, возможно, даже с его родителями, если ничего не изменится. Идея номер два. Говорит по очереди. Это правило я часто использую в шумных группах. В группе могут быть ребята, которые просто шумят, а могут быть лишь двое-трое, которые перебивают других и отвечают без очереди. Но у меня есть правило. Мы говорим по очереди. Я обычно предупреждаю их. Мы хотим услышать ваши мысли, но мы не можем этого сделать, если вы говорите одновременно. Поэтому надо говорить по очереди. Возможно, вам придется напоминать об этом часто. Если ваша группа большая или это постоянная проблема, попросите их поднимать руку, если им есть что сказать. Идея номер три. Никаких личных разговоров. Это правило я тоже использовал. Бывает, что в группе есть близкие друзья, которым, к сожалению, неинтересен урок. Во время урока они болтают друг с другом. Я предупреждаю, что во время библейского урока никаких разговоров между собой. Может быть, им неинтересно то, что обсуждается, но они не должны мешать другим. Это ведет к вопросу о телефонах. Могут ли подростки писать смс-ки или использовать телефон по другой причине? Наверное, каждый учител должен решить этот вопрос для себя. Некоторые учителя вообще запрещают пользоваться телефонами. Другие разрешают. Сейчас, когда у ребят Библии на телефоне, трудно запретить никаких телефонов. Обычно я просто игнорирую использование телефонов, если ребята ведут себя тико и не отвлекают других. Идея номер четыре. Пусть лидеры сидят рядом с шумными ребятами. Кто-то сказал, что есть три занятия, которые не стоит делать в одиночку. Плавать, поднимать штангу и работать с подростками. Я согласен. Если у вас большая группа подростков, то лидеров должно быть двое, а иногда и еще больше. Ввиду этого есть много причин. Разные ребята привязываются к разным лидерам. Если один лидер заболел или уехал, занятия не пропадают. Лидер с опытом может обучать менее опытного. Кроме того, один лидер может вести урок, а другой поддерживает порядок в группе. Часто, когда я прихожу в группу, и если я не веду урок, я выбираю место рядом с проблемным подростком. Как-то я был в одной подростковой группе, где лидеры садили все вместе в сторонке, а учителю пришлось не только вести урок, но и призывать к порядку шумных ребят. Задача помощников, которые не ведут занятия, поддерживать в группе порядок. Идея номер пять. Пусть во время урока у ребят будут разнообразные задания. Во время занятий нужно пустить энергию ребят в правильное русло. Для этого есть много способов. Пусть они читают по очереди или по ролям библейские стыки. Задавайте им много вопросов. Играйте. Разбивайте их на небольшие группы для обсуждения какой-то темы. Раздавайте ребятам распечатки с пробелами, которые им нужно заполнять. В пособии «Полёт над Библией» к каждому уроку имеются такие распечатки. Можно скачать их на сайте ИПС. Ссылка в описании этого видео. Один лидер сказал мне, что он ценит распечатки, потому что ребята не так часто смотрят в свои телефоны. Итак, делайте всё, чтобы ребята активно участвовали в уроке. Идея номер шесть. Если возможно, не стойте во время урока рядом с дверью. Я стараюсь стоять напротив двери, через которую входят ребята. Это особенно важно, если кто-то опаздывает. Тогда он не привлекает внимания к себе. До сих пор мы говорили о том, как решать проблемы, которые возникают в целой группе. Однако иногда проблему создают один-два подростка. Я помню в школе один класс, в котором я преподавал. Там был один мальчик, очень хороший, но неуправляемый. Когда он отсутствовал, урок проходил намного легче и принятие. Что делать, если группа отличная, но один или двое мешают всем? Идея номер семь. Если подросток не может себя контролировать, поговорите с ним наедине. Лучше не беседовать с ним перед всей группой. Поговорите с подростком один на день, до или после занятия. Можно и во время, но тогда выйдите с ним из класса. Что ему сказать? Разговор с проблемным подростком должен быть похож на сэндвич с острым перцем. Начните слева, чего-то позитивного, затем острый перец, негатив, затем снова хлеб, что-то позитивное. Начинайте с позитивного, с того, что вам в нем нравится. Затем отрицательное. Напомните ему правила, которые он нарушает. Победитесь, что он понял проблему. Затем спросите его, как ты исправишь это. И дайте ему выговориться. Закончите разговор позитивно. Скажите, что вы уверены в том, что он может справиться. Говорите не как лидер против подростка, а как два человека на одной стороне, которые хотят вместе решить проблему для общего блага. Если этот разговор не помог, тогда стоит поговорить с его родителем. Идея номер восемь. Различайте ошибки и намеренное непослушание. Доктор Джеймс Добсон говорит о том, что важно различать, когда ребенок совершает ошибку, и когда он не слушается намеренно. Некоторые ребята просто забиваются в какой-то момент и не контролируют себя. Они могут что-то случайно разбить, сломать. Поговорите с подростком, чтобы убедиться, что он понимает, что делает. Можно договориться с ним о сигнале, который остановит его, когда он забивается и теряет контролл. Сигналом может быть фраза, типа, Саша, стоп! Или просто положите руку ему на плечо. Как-то напомните о том, что ему нужно успокоиться. Если же он не слушается намеренно, например, чтобы привлечь внимание к себе, отомстить кому-то и так далее, тогда поговорите с ним строго и дайте шанс исправиться. Если он не захочет, предупредите его о последствиях. Иногда достаточно поговорить с родителями. Если вы находитесь в лагере или в другом месте, где можно применить наказание, пусть оно будет проводиться вне группы и будет чем-то полезным. Например, помыть посуду на общей кухне. Одного подростка я заставил пробежать несколько кругов по спортивной площади. Но это было не на глазах у других. Идея номер девять. Ищите у подростка симптомы СТВ и СТВ-Г. Согласно статистике, каждый десятый страдает синдромом дефицита внимания. И часто он выражается в гиперактивности. Это связано с химическим дисбалансом в мозге, из-за которого ребята становятся импульсивными, не думают о последствиях своих действий. У них проблемы с вниманием. Они часто перебивают друг друга и с трудом вписываются в коллектив. На сайте ИПС есть статья о СТВ. Смотрите ссылку в описании. Идея номер десять. Строите отношения с ребятами, включая проблемных ребят. Часто проблемное поведение – это симптом более глубокой проблемы. Может быть, подросток просто пытается привлечь к себе внимание. Или это связано с плохим примером, который он видит дома. Или ему не хватает социальных навыков. Самое лучшее, что мы можем сделать – это показать, что подросток нам действительно нравится. Мы на его стороне. Если это трудно для вас, начните регулярно молиться за него, чтобы Бог дал вам любовь к нему. Познакомьтесь с подростком поближе и расспросите о его жизни. Если подросток знает, что он вам нравится, и вы хотите видеть его успех, часто это помогает решить проблемы. И он будет более открыт для изменений. В одной песне есть такие слова – «Не будь у вас проблем, мы не знали бы, что Бог может их решить». Старайтесь быть объективными и не ругайтесь себе, если у вас проблемные ребята. Это не всегда ваша вина. Молитесь, готовьтесь к уроку как можно лучше и попробуйте некоторые из этих идей. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если оно было полезным, пожалуйста, нажмите на большой палец вверх. И не забудьте зайти на сайт ИПС. Там есть ссылки на другие видео из серии про подавание Библии подросткам. Да благословит вас Господь! Увидимся в следующий раз! Субтитры подогнал «Симон»!